Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И два приятных момента, которые были добавлены в S20, это, конечно же, поддержка GSM сетей. И, кроме того, включена автоматическая запись разговора. То есть теперь в самой младшей модели имеется такая полезная функция, как автоматическая запись разговора. То, что не было в SOHI, то, что нас очень много просили наши клиенты и партнеры добавить. Теперь это все есть. Следующая моделька – это S50. Данная моделька позиционируется как замена MyPBX стандарт. По техническим характеристикам точно так же была увеличена мощность процессора. была изменена оперативная память поколения ZDR2 на DR3. Тоже увеличен объем флеш-памяти с 512 до 4 гигабайт. И также теперь доступна здесь функция автоматической записи разговора, что тоже немалоприятно. Следующая моделька – это модель S100. Данная модель позиционируется как замена U100 и U200. Также были увеличены мощности. Изменен процессор. Увеличение оперативной памяти с 512 до 1 гигабайт с DDR2 на DR3. И увеличение флеш-памяти с 512 до 8 гигабайт. Следующая моделька – это самая старшая моделька серии S300. Позиционируется как замена моделей U300 и U500 серии. Соответственно, также увеличена мощность процессора. Увеличение оперативной памяти с 1 гигабайта до 2 гигабайт. Увеличение объема памяти с 512 до 8 гигабайт. Теперь тут нужно ответить, что хранение голосовой почты и хранение записи разговоров непосредственно на флеш-памяти для станции S20 и S50 составляет 5000 минут, для станции S100 и S300 составляет 10000 минут. То есть увеличение объема флеш-памяти позволяет пользоваться встроенный флеш. По техническим таким небольшим характеристикам S20 рассчитано на 20 абонентов, 10 одновременных пользователей. Поддержка протоколов – это SIP, ANALOG, BRII и работа в GSM-сетях GSM, CDMA, VC-CDMA и UMTS. S50 рассчитано на 50 абонентов, имеет 25 одновременных вызовов, работает с теми же протоколами. S100 в базовой комплектации имеет 100 абонентов и рассчитано на 30 одновременных вызовов. Протоколы, помимо всех вышеперечисленных, также может работать с PIR-I, с потоками. И S300 в базовой комплектации идет на 300 пользователей, на 60 одновременных вызовов, имеет поддержку стандартных протоколов и тоже имеет возможность работать с потоками E1. Если вы обратите внимание, то у модели S100 и у модели S300 есть некая такая подписочка, расширяемость. То есть с помощью модуля можно увеличить мощность процессора, мощность станции со 100 до 200 абонентов и с 30 до 60 одновременных разговоров для станции S100. И для станции S300 увеличение с 300 абонентов до 500 и увеличение одновременных разговоров с 60 до 120. Это как раз все это позволило сделать новая аппаратная платформа, которая добавила производительности новой S-серии. Станции стали более гибкими, как гибридное решение. И, наверное, самый важный фактор на текущий момент, что все станции теперь имеют одну прошивку. То есть не будет разнобоя, что разные станции имеют одну прошивку. Одна прошивка для всех станций. Если вы хотите обновиться, вы просто получаете прошивку. И неважно, какая у вас модель S20, S50, S100 или S300, вы просто заливаете ее. Также был изменен процессор. E-Stars TI перешло на процессор FreeScale по той простой причине, что TI приостановили разработку по направлению мобильных процессоров и DSP. FreeScale начал производить данные процессоры. Соответственно, сейчас это считается одним из лучших процессоров на рынке, которые имеют отличное сочетание цена-качество. Кроме того, их используют такие бренды, как BMW, Audi, Amazon Kindle и так далее. И считается одним из лидеров по производству полупроводников в мире. То есть данная замена добавляет мощность станции, увеличивает производительность. Теперь новая модульная система, о которой я говорил, которая позволяет быть станциями более гибкими, как гибридное решение. Был добавлен новый модуль. Это DSP-модуль, называется он D300. Это модуль, который работает со станциями S100 и со станциями S300. Как раз модуль расширения на увеличение количества внутренних абонентов и на увеличение количества одновременных вызовов. Каждый модуль увеличивает на 100 абонентов на 30 одновременных вызовов. При этом модуль устанавливается непосредственно в материнскую плату. То есть в материнской плате специально предусмотрен данный разъем для подключения модуля. Собственно, на этой картинке вы видите, что то, что я говорил, что в материнской плате есть специальный разъем, куда подключается данный модуль. Как я уже говорил, каждый модуль увеличивает на 100 абонентов и 30 одновременных вызовов. Соответственно, для станции S100 мы можем подключить только один модуль. Соответственно, увеличение абонентов со 100 до 200, увеличение одновременных вызовов с 30 до 60. Для станции S300 мы можем подключить два модуля. Таким образом, увеличив количество внутренних абонентов до 500 и количество одновременных вызовов до 120. Также были добавлены платы расширения. Плата EX300 добавляет один поток E1. Плата EX08 добавляет четыре слота для подключения модулей. Модули использовались традиционные, модули не были изменены. Все стандартные модули, которые уже имеются в наличии. С2 – модуль для подключения аналоговых телефонов. Модуль O2 – для подключения внешних аналоговых линий. Модуль SO – для подключения одного телефона одной внешней линии. Использование модулей GSM или NTS. И использование модулей BRI для подключения потоков BRI. Сейчас на картинке представлена схема, как это все подключается. Соответственно, слева S100, справа S300. S100 имеет два разъема для подключения карт. S300 имеет три разъема для подключения карт. Таким образом, в S100 вы можете подключить и X300, и X08, так как карты используют универсальный разъем. И вариация может быть совершенно любая, какая захочется. То есть в S100, к примеру, можно подключить две платы X300 и таким образом получить два потока E1. Либо подключить две платы X08 и получить восемь разъемов для подключения модулей. Ну, в S300, соответственно, три разъема, и можно набрать разное количество модулей, либо потоков E1. То есть вот как раз пример с S300. Либо мы подключаем три платы решения X08 на четыре, каждый из плат на четыре разъема для подключения модулей. Либо мы можем подключить и X300, и X30, и платы X08. Таким образом, у вас будет один поток E1. Из, соответственно, 16 портов, либо аналоговых, либо 8 портов GSM, в зависимости от того, какая конфигурация вам нужна. Либо два потока E1 и 8 портов, либо, соответственно, три потока E1. Нужно отметить, что станции поставляются без платы расширения, и данные места, куда поставляются платы, имеют заглушки. То есть вы не получите корпус какими-то дырками. То есть это довольно-таки важный момент. Следующий – это новый интерфейс, который был разработан инженерами U-Star. Давайте я вам постараюсь его сейчас продемонстрировать. Скажите, пожалуйста, вы видите мой рабочий стол? Отлично. Итак, новый интерфейс. Сейчас у нас подключена станция S50, но, как я уже говорил, что интерфейс один, прошивка одна, соответственно, интерфейс отличаться не будет. Не важно, что у вас здесь будет S20, либо S50, либо S300. Совершенно не важно. Нужно отметить, что на текущий момент веб-интерфейс все еще на английском языке, но мы над этим работаем, и в ближайшее время появится русскоязычный интерфейс. Кроме того, обновление интерфейса, смена языка будет доступно без дополнительных обновлений. То есть не то, что без дополнительных обновлений, без дополнительного обновления прошивки. То есть все это будет доступно из веб-интерфейса, и не нужно будет обновлять прошивку. Итак, это новый интерфейс. Он похож на рабочий стол. Что здесь новинкого и интересного? Во-первых, нестандартный, непривычный. Здесь, как таковых, закладок нет. У вас есть рабочий стол, с которым вы можете работать. В левом верхнем углу есть кнопочка вывода панели. Если на нее нажать, то выводится панель доступных манипуляций станции. Есть настройки, есть возможность записи разговора, мониторинг станции, мониторинг ресурсов станции и так далее. Давайте так сразу. Это не технический вебинар. Поэтому я вам покажу, наверное, наиболее интересные функции, которые есть, чтобы вообще вы понимали, что доступно веб-интерфейсе, и что здесь есть самое интересное, из того, что люди просили. Во-первых, добавили ресурс-монитор. Это как бы первое. Это у нас очень много просили. Теперь это есть. Где вы в режиме реального времени можете посмотреть на загрузку процессора в станции нагрузка сети. Это раз. Следующее, что было добавлено, это управление телефонами, управление вызовами. Здесь вы видите статус абонентов, вы видите, с какого IP-адреса подключены, подключены транки. Здесь в режиме реального времени вы видите количество одновременных вызовов. Отсюда можно управлять. Завершить звонок, создать звонок и так далее. И еще одна из интересных функций – это разграничение прав пользователя. То есть если в предыдущих станциях у вас, грубо говоря, было всего лишь два пользователя, это администратор и некий такой пользователь, который был доступен только управлением вызовами, точнее история звонков, то сейчас это было изменено, изменено было в лучшую сторону. И это выглядит следующим образом. Вы добавляете пользователя. Это внутренний абонент. Выбираете из списка любого, который вам нужен. Это некий внутренний абонент, которому вы даете правила. По умолчанию стоит администратор, которому доступно все. Естественно, так как у нас пользователь будет не администратор, и мы хотим вам дать определенные функции. Мы выбираем ручную настройку. И дальше просто ставим галочки, что у нас человек может. Скажем, человек у нас может работать с внутренними номерами. Человек у нас может работать с транками. Дальше он у нас может получить доступ к записи разговора. Он у нас может получить доступ, ну, неважно, пускай будет к storage information, то есть к информации, насколько нагружена память, либо это флеш-память, либо если у вас подключен какой-то внешний носитель. Ну, и опять, грубо говоря, вы галочками набираете, что пользователь может видеть. Соответственно, когда в пользователь зайдет свой интерфейс под своим логином и паролем, который настраивается в номере, это не было изменено с предыдущих версий станции, он увидит ровно все то, что вы ему дали. Соответственно, таким образом становится все очень удобно, и вы можете легко разграничить права. Скажем, одному пользователю нужно следить за историей, второй пользователь у вас работает как аккаунт-менеджер, он создает какие-то внутренние номера, управляет вызовами и так далее. То есть после того, как вы раздали права, вы просто сохраняете, у вас появляется данный номер. Соответственно, чтобы данный номер увидел все то, что мы ему создали, ему нужно зайти на IP-адрес или хост имя станции своим логином и паролем. Так как у нас был внутренний номер 1004, мы под ним и заходим. Соответственно, он увидит некий подобный интерфейс, как интерфейс-администратор, но при этом он видит только то, что мы ему разрешили видеть. Соответственно, у него есть личные настройки, где он может менять переадресацию, настройка мобильных телефонов и так далее, работать с черным-белым списком, работать с голосовой почтой, настройка своих личных паролей. И, соответственно, также он может видеть именно те настройки, которые мы ему дали. Надо, кстати, отметить еще одну интересную функцию, о которой я забыл рассказать в интерфейсе администратора, что теперь у пользователя, ну, неважно, у администратора или у пользователя, есть такая возможность, как изменение иконок на рабочем столе. То есть если наш пользователь постоянно работает с историей звонков, то он может эту иконочку добавить себе на рабочий стол. Таким образом ему не придется каждый раз заходить сюда, нажимать на эту кнопку. Мы вывели иконку, она появилась на рабочем столе, нажимаем одну кнопку и, соответственно, у нас появляется меню работы с данным типом функции. Если ему это не нужно, он точно так же правой кнопочкой убирает ее с рабочего стола. Некая такая приятная удобность для работы с интерфейсом. Надо добавить, еще было изменение в обновлении. Был добавлен апп-центр в станции. То есть на текущий момент есть так называемый PBX-центр, есть LDAP-сервер, есть автопровержинг. Нас сейчас интересует PBX-центр. То есть это основные функции станции. Например, тот же добавление русского языка будет через PBX-центр. Здесь есть галочка автоматическое обновление станции. Если вы ее установите, станция автоматически будет проверять на сервере E-Star, есть ли какие-то новые обновления для PBX-центра. Если не есть, станция автоматически это подгрузит. То есть, опять-таки же, это удобно. И для новых пользователей была добавлена некая такая приятная возможность. Это раздел Help. В принципе, не обязательно для новых пользователей. Может быть, кому-то поможет и старым пользователям. В данном разделе полностью описана работа со станцией. Здесь, в принципе, любое действие можно найти. Хотите вы, например, создать внутренний номер. Соответственно, вы заходите в раздел настройки, в раздел PBX, находите экстеншены. Здесь есть функция добавить номер, добавить группу номеров, редактирование, удаление и так далее. То есть некий такой helper, который легко и быстро даст вам ответ на возникающий вопрос. Мы планируем этот helper перевести на русский язык. То есть будет удобно. И если у кого-то есть проблемы с английским языком, соответственно, это будет тоже очень-очень полезно. Итак, это все, что касается, все, что я хотел рассказать про веб-интерфейс. У нас будет отдельный технический вебинар, где мы более подробно, более детально постараемся рассказать о новых функциях, о новых возможностях. И сейчас перейдем к нашей презентации. Итак, возвращаясь к нашей презентации. Мы посмотрели новый веб-интерфейс. Кроме нового веб-интерфейса в станции были добавлены некоторые возможности. Нужно сказать, что возможности будут еще добавляться, но мы не будем их сейчас анонсировать, потому что они находятся на стадии тестирования и нет конечных сроков добавления. Но, тем не менее, если какие-то новые возможности будут появляться, как я говорил, есть PBX-центр. Если вы поставите автоматическое обновление, вы эти возможности будете автоматически появляться. И, естественно, на нашем сайте, на сайте Epimatic и в Facebook будут появляться все новости, касающие обновления станции. Итак, новые возможности. Во-первых, была добавлена функция AutoClip. для тех, кто не знает, данная функция автоматически сохраняет информацию о исходящих вызовах. То есть, если внутренний абонент совершил звонок вовне, куда-то внешним абонентом, то станция запомнит этот звонок. Если этот внешний абонент перезвонит обратно на городской номер АТС, то станция автоматически переведет вызов на внутреннего абонента, который совершал звонок. Ну, пример из жизни, что называется. Наверное, часто вы сталкивались, когда вы видите у себя пропущенный звонок на телефоне, там высвечивается какой-то городской номер, вы перезваниваете на этот номер, а там появляется, там вам отвечает либо автоответчик, либо девушка-секретар, и начинается процесс выяснения, кто же вам позвонил. Во-первых, кто вам позвонил и зачем он вам позвонил. То есть, данная функция как раз исключит вот эти лишние моменты. Вы просто перезваниваете на городской номер, и станция автоматически переключит на тот внутренний номер, с которого вам совершился звонок. То есть, это такое повышение лайности, повышение удобности, очень полезная функция. Следующая функция, это была, была добавлена поддержка SIP-форкинг. Данная функция позволяет держать, единовременно держать множественную регистрацию одной учетной записи на различных устройствах, либо софт-клиентах. То есть, для тех, кто не знает, по умолчанию в предыдущих наших станциях, и вообще по умолчанию в SIP-е на одну учетную запись можно зарегистрировать одно устройство. То есть, принцип работы такой, что если вы зарегистрировали учетную запись, она зарегистрировалась на сервере, потом есть какой-то таймер, после которого информация о регистрации будет обновляться. Соответственно, если вы будете регистрировать несколько устройств, то будет работать то устройство, которое последнее обновило свою регистрацию. То есть, это неудобно. В том случае, если вы работаете, например, с телефоном на рабочем столе и с каким-нибудь мобильным приложением SIP-овым, то что последнее у вас обновила регистрация, то у вас будет работать либо приложение на мобильном телефоне, либо приложение, либо непосредственно настольный телефон. Соответственно, SIP-форкинг решает данную проблему. У вас единовременно будет зарегистрирован и клиент на мобильном телефоне, и настольный телефон. И при входящем звонке у вас будет звонить и настольный телефон, и мобильное приложение. Там, где вы ответите, там и будет работать. Очень полезная и удобная тоже функция. И, конечно же, самое интересное, сколько это стоит. Вот на слайде сейчас представлена розничная стоимость, указана в долларах. Соответственно, посчитать вы можете сами. Можно сделать принтскрин, потом сесть и посчитать. Но, тем не менее, сейчас на слайде есть станции S20 и S50. Для тех, кто получает нашу рассылку, они цены эти уже видели, наличие на слайде уже видели. То есть, станции уже доступны, во-первых, для заказа, во-вторых, для тестирования. Если кто-то хочет протестировать, то мы, в принципе, готовы предоставить вам на тестирование. Но при этом от вас будет требоваться фидбэк. Это будет обязательным условием предоставлено на тестирование. И еще один интересный момент. Мы посидели и решили сделать сравнение между станциями, железными нашими S20 станцией, и сравнение с облачными МТС. Почему именно с S20? Ну, будем честны. Облачными МТС в основном пользуются небольшие компании, до 20 человек, потому что содержать в облаке большее количество, во-первых, это нагрузка на сеть, во-вторых, это неудобно в том случае, если у вас интернет работает с перебоями, ну и в-третьих, конечно же, это дорого. Что у нас получилось по сравнению? Мы взяли топ-4 операторов, соответственно, назвать я их сейчас не могу, но тем, кому интересно, могут в появистке набрать топ-4 операторов облачных решений, вы приблизительно поймете, о чем идет речь. Итак, что мы сравнивали? Включено было 20 внутренних абонентов, возможность использования автосекретаря, то есть AVR, возможность работы с группами и очередями, была включена автоматическая запись разговора плюс хранение в облаке, также возможность работы с историей звонками, хранение плюс отправка на электронную почту. Таким образом, топ-1 у нас получился 51 доллар, топ-2 46 долларов, топ-3 тоже 46 долларов, топ-4 45 долларов. Соответственно, 20 пользователей месяцев вам обходится вот по такой цене. Если мы посчитаем, то нетрудно догадаться, что вы окупите S20 в течение 5 месяцев, грубо говоря. Ну, честно, вы не представились, но TSA собака, мы сейчас не учитываем трафик, трафик не учитывался. Считалось именно количество абонентов и возможные функции, которые были добавлены. А Сергей Толстопятов, приветствую. То есть здесь не учитывается трафик, не учитывается конечного устройства, то есть это в принципе может быть как платное конечное устройство, как телефон, так и бесплатный совершенно софтфон. Учитывалось именно 20 абонентов и те функции, которые я перечислил, не больше, не меньше. Соответственно, если начать считать трафик и оконечку, то мы можем потеряться, потому что, ну, кто-то может использовать телефон и кто-то может использовать клиенты. Это невозможно учитывать. Учитывалось именно простые вещи, во сколько вам обойдется облачная станция на 20 пользователей вот с такими-то функциями. Функции мы выбирали, ну, наиболее востребованные. Естественно, все хотят, чтобы был автосекретарь, все хотят возможность работы с группой. Ну, не всем нужно работать с очередями, но тем не менее большинство людей хотят работать с очередями. Естественно, всем уже нужна автоматическая запись разговора, ее надо где-то хранить. Ну и, естественно, работа с историей звонков. Собственно, это основные принципы, которые, точнее, основные принципы, основные функции, которые требуются в станциях. Ну, да, согласен. Ну, вот, собственно, мы потихонечку начали считать, сколько это стоит ежемесячно и во сколько это обойдется. То есть это наглядный пример возможному потенциальному клиенту. Ну, плюс, плюс это, да, во-первых, у нас сети не такие уж стабильные и проситка в канале, там, грубо говоря, с 10 до 2 мегабитов очень-очень такой нередкий факт. Поэтому, если у вас там сидит 10, 20 человек, у вас активные звонки, и вы сидите в облаке, если у вас начнет просаживаться интернет, то, естественно, у вас будет бульканье, естественно, будет потеря звонков и так далее. Игорь, мы не считали номера. И если вы видите, мы не считали количество одновременных звонков. В С-20 нет, не нужно. Платы приобретаются только для станций С-100 и С-300. С-20 и С-50 уже укомплектованы, их доукомплектовать нельзя. Мы не бодаемся с облаком. Мы на самом деле представили самое простое, что могло бы быть. Ну, надежность – это само собой. Но мы, опять-таки же, сейчас мы не говорим о надежности, мы сейчас говорим о цене. То есть, если мы бы давили на клиента, то, естественно, было бы два основных фактора. Это, а, надежность и безопасность, и, б, это, естественно, цена, и как быстро это окупится. Кстати говоря, коллеги, на этом все. Если есть вопросы, давайте обсудим. Дмитрий, еще раз. С-20 и С-50 – это уже собранные модели, они не доукомплектовываются. Ну, да, имеется в виду S2. Дублированная, резервированная, предусмотрена. Сравнение с Panasonic. У нас есть N-серия. Наверное, ее будет более правильно сравнивать с Panasonic. Кстати, небольшой анонс. В ближайшее время мы сделаем схожую презентацию, схожий вебинар по N-серии. И, возможно, возможно, я добавлю туда сравнение, хотя, мне кажется, это было бы не совсем корректно. Ну, у нас, скорее, попытка занять сегмент Panasonic – это N-серия. Но, тем не менее, и, в принципе, с этими станциями тоже можно пободаться. Хотя у нас есть некоторое количество, так скажем, партнеров Panasonic, которые очень так активно продают и станции E-Star. Кстати, да, озвучиваю Илью Иванову. Может быть, кто-то не прочитал. Мы планируем в ближайшее время проводить технические семинары. Это будут именно семинары, это не презентации, которые будут проходить у нас в офисе, соответственно, вживую. У нас будет, буду я, скорее всего, также будет еще у нас инженер, который непосредственно более глубоко технически разбирается сейчас в станциях. И мы будем проводить для желающих такие семинары. Нет, удаленной возможности в ближайшее время не будет. Мы, скорее всего, сделаем потом удаленной. Но первоначально мы планируем все-таки сделать вживую, потому что технический вебинар лучше делать вживую, где люди могут сами посмотреть, могут сами пощупать, могут задать, что называется, вопрос в глаза и получить более правильный, корректный ответ с примерами. Просто такой семинар делать через вебинар, ну, это затянется на довольно-таки долгий период времени, и далеко не все смогут это высадить, и далеко не все мы можем показать через вебинар. Да, как я говорил в самом начале, предыдущие станции снимаются с производства, но при этом у серии будет еще доступна в течение года для заказа. Это для тех клиентов, которые уже заложили в какие-то свои проекты, и проекты уже играются. И кроме того, все станции, которые были приобретены ранее или которые будут приобретены сейчас, будут также обслуживаться в течение гарантийного срока. Вы также получите по ним техническую помощь и, соответственно, какие-то обновления, исправления багов, если они у кого-то возникнут. В базовых комплектах станции идет чисто СИП. Ничего больше не стоит. И, как я уже сказал, в старших моделях, в СТО и в С300, на этих местах, куда подключается модуль, там сейчас просто стоят заглушки. Соответственно, если вы покупаете нужный вам модуль, вы снимаете заглушки, устанавливаете плату расширения. Ну, смотрите, позиционирование старых АТС. В принципе, это на ваше усмотрение. Но лучше, наверное, да. Но, тем не менее, как я уже сказал, что, во-первых, станции есть еще у нас на складе, они доступны для продажи. Во-вторых, если кто-то уже заложил куда-то в какой-то проекту серию, то она еще в течение года будет доступна для заказа. Ну, по-хорошему, если у вас нет никаких сейчас живых проектов, то, в принципе, как бы, да, можно уже переходить на S-серию. Нет, не может. Резервирование интернет-каналов через, грубо говоря, трижевые LTE недоступно. Максим, ну, как таковых примеров сейчас еще нет по тому простой причине, что станции только приехали в Россию. Грубо говоря, это, ну, продукт относительно новый. Поэтому каких-то конкретных кейсов у нас еще просто пока нет. Но уже есть наши партнеры-клиенты, которые взяли на тестирование и уже куда-то начинают внедрять в какие-то свои лаборатории и уже тестируют их более активно. По поводу дистанционного доступа к КТС, как вы знаете, есть некий такой сайт demo.estart.com, на который вы можете зайти и посмотреть, но пока не будет добавлен русский язык станции, соответственно, S20, ну, вся S-линейка там и не появится. Ознакомиться можно, ну, я думаю, что вполне можно написать на нашу техническую поддержку, они вам постараются расписать. Сергей, я не готов вам ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, как там реализовано, потому что, в принципе, систему оповещения можно реализовать и так, и так. Коллеги, смотрите, у нас есть раздел опроса. Пожалуйста, перейдите на эту вкладочку. Во-первых, там есть некая оценка текущего вебинара. Кроме того, там есть вопрос, какой вебинар вы еще хотели бы прослушать. Там вы можете высказать свое мнение, мы проанализируем, и на основании ваших мнений мы сможем подготовить тот или иной вебинар. Роман, некое взаимодействие с станциями есть. Импорт данных планируется, а перевод звонков, в принципе, это можно уже и сейчас реализовать, это можно было реализовать и на предыдущих станциях. Смотрите еще раз на трансляцию. Цены указаны розничные. Партнерские цены есть в прайсе. Вы знаете, конкретной даты нет, но, возможно, в конце месяца сделаем. Посмотрим сейчас еще по датам, потому что у нас сейчас целая серия вебинаров. Либо это будет в конце июля, либо в начале августа. Мы заранее всех предупредим, и будет анонс, соответственно, на сайте и в Фейсбуке. Коллеги, если вопросов больше нет, тогда всем спасибо, что вы посетили наш вебинар. Если у кого-то есть какие-то вопросы, можете написать мне на почту. Субтитры сделал DimaTorzok